Без срока давности, где прячутся уцелевшие нацистские преступники. Без срока давности, где прячутся уцелевшие нацистские преступники. Восемь часов ровно 11 мая 2020 года. Знак авторского права фото. Поблик домейн. Зандеркоманды сжигают тело убитых газом заключенных Освенцима. Знак авторского права фото. Поблик домейн. Москва, 11 мая. РИА Новости, Виктор Званцев. Массовые расстрелы, поджоги деревень, издевательство над мирными жителями и пленными красноармейцами Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, а виновных в этих преступлениях продолжают разыскивать, чтобы предать суду. О том, как Следственный комитет вычисляет нацистских карателей, в материале РИА Новости. Батальон о смерти в апреле СКР возбудил уголовное дело по статье «Геноцид в связи с массовым убийством жителей Ростовской области», в том числе женщин и детей. За два дня 11 и 12 августа 1942-го зандеркоманды СС-10А, полиция безопасности и СД казнили более 27 тысяч человек. Нацисты собрали людей якобы на эвакуацию, рассказывает старший следователь по особо важным делам Илья Сидоренко. Велели взять личные вещи, сдать ключи от квартир. Посадили на грузовики, вывезли к заранее вырытым рвам, расстреляли и закопали. 6 мая 2018 года, в 8 часов ровно охотники за нацистами, как советские спецслужбы ловили военных преступников, расследуют еще несколько уголовных дел о преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной. Например, убийство 214 детдомовцев в Йейске в 1942-м, там тоже орудовала печально известная зандеркоманда СС-10А, уточняет Сидоренко, у них были передвижные газовые камеры, в них и убивали. Детей, большинство из которых страдали туберкулезом и другими заболеваниями, посадили в машины и по дороге к месту захоронения пустили газ. Длинная рука КГБ такие военные преступления, как геноцид, срока давности не имеют. Основу для их расследования заложил Нюрнбергский трибунал, объясняет руководитель управления ГСУ СКР Дмитрий Маншин. Именно тогда и ввели само понятие геноцид. Знак авторского права РИА Новости, Виктор Кенеловский, главный обвинитель от СССР, генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе. Знак авторского права РИА Новости, Виктор Кенеловский, главный обвинитель от СССР, генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе искать военных преступников начали еще во время войны в 1943 президиум Верховного Совета СССР выпустил указ о наказании фашистов и изменников Родины. Он действует до сих пор. После Второй мировой спецслужбы разных стран охотились на беглых нацистов по всему миру. В СССР этим занимался КГБ, одна из самых известных операций советских контрразведчиков разоблачения Антонины Макаровой, более известной как Тонька-пулеметчица. Созданной нацистами на оккупированной территории Центральной России Локотской Республики она была палачом, расстреливала партизан и их родственников. После войны вышла замуж за раненого красноармейца, взяла его фамилию и затерялась среди мирного населения. На целых 30 лет. Антонина Макарова-Гинсбург, Тонька-пулеметчица. Антонина Макарова-Гинсбург, Тонька-пулеметчица. В 1976 один из жителей Брянска опознал в случайном прохожем бывшего начальника Локотской тюрьмы Николая Иванина. Его задержали, допросили и выяснили, что до войны Макарова жила в столице. Оперативники проверили всех с этой фамилией, однако Тоньку-пулеметчицу не нашли. Вскоре следователь КГБ Петр Головачев обратил внимание на одну анкету, заполненную для выезда за границу. Москвич по фамилии Макаров указал, что в Белоруссии живет его родная сестра. За ней установили негласное наблюдение и для опознания пригласили нескольких бывших заключенных Локотской тюрьмы. Те сразу узнали Тоньку-пулеметчицу. Макарову задержали. Считается, что она убила около 1500 человек. Документально доказали полторы сотни жертв. Но и этого вполне хватило для смертного приговора. 2 мая 2018 года, 8 часов ровно внутренний враг, как милиция боролась с криминалом в Великую Отечественную документы и ДНК. Если раньше искать нацистов помогали очевидцы военных преступлений, то теперь все больше приходится копаться в архивах. Следователи изучают огромное количество документов с показаниями как свидетелей, так и самих палачей, обличающих друг друга на допросах. Некоторые архивы рассекретили совсем недавно. Читая протоколы допросов, поражаешься безразличию этих людей, говорит Маншин. Они спокойно рассказывают, как расстреливали целые семьи. Даже ком к горлу подкатывает. Были каратели, которые добивали детей, плачущих на руках уже убитых матерей. Надеюсь, рассекречивание продолжится и мы узнаем еще больше. К расследованиям привлекают сотрудников Российской академии наук и общества историков-архивистов-специалистов по военному периоду. Знак авторского права РИА Новости. Евгений Халдей пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани. Знак авторского права РИА Новости. Евгений Халдей пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани. Как правило, уголовное дело одним эпизодом не ограничивается. Та же зандеркоманда СС-10 опроводила массовые казни не только в Краснодарском крае и Ростовской области, но и в других оккупированных регионах. Как только находят массовое захоронение, за работу берутся криминалисты. Надо установить число жертв, их пол, возраст и, если повезет, имена и фамилии. Современная техника и ДНК-экспертиза в этом очень помогают. По всему миру ИСКР сотрудничает со спецслужбами других стран, главным образом Германии. Хотя далеко не всегда зарубежные коллеги охотно идут на контакт. 17 марта 10.00 сказано в эфире «Много белых пятен». Историк о преступлениях легионеров СС в Латвии ИСКРФ изучит данные латышских легионеров СС на причастность к преступлениям нацистов. Прекращать расследование событий тех лет нельзя, отметил в эфире радио «Спутник». Историк Вадим Трухачев. Сейчас мы ищем нескольких человек, причастных к преступлениям в Новгородской области, приводит пример Сидоренко. Ранее их разыскивали сотрудники органов госбезопасности Эстонии и Латвии. Мы отправили туда запросы, но ответа до сих пор нет. В середине марта Фонд исторической памяти, Фонд поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки опубликовали доклад, указав имена и краткие биографии 96 ветеранов латышского легиона СС, 15 из них сейчас проживают в Канаде. К делу сразу подключился СКР более 50 легионеров, из этого списка сейчас проверяют на причастность к преступлениям против человечности в рамках уголовных дел о геноциде. Не остался в стороне имен Юст Канады. По словам сотрудницы пресс-службы ведомства Элисон Стори, все силовые структуры страны работают над тем, чтобы военные преступники Второй мировой не ушли от наказания. Знак авторского права РИА Новости, Александр Становов, немецкие солдаты сдаются в плен, эти уголовные дела не закроют до тех пор, пока не отловят всех беглых карателей или не убедятся, что их уже нет в живых. Максимальное наказание по статье геноцид – пожизненное лишение свободы или смертная казнь.